Ещё весной на Комбинатовском складе была провалена крыша. Сегодня усилиями создателей штаба гражданских инициатив появилась новая культурная точка в городе, где проходят выставки, образовательные встречи, фестивали. Участниками очередного, на этот раз передвижного проекта «Музей мужества» стали 70 юнормейцев Щёлковской гимназии, клуба «Ровесник» и отряда «Каскад 10-й школы». Медиапроект бывал в 15 регионах страны. В цикле презентации люди из стали. Ребятам рассказали о бессмертном подвиге подольских курсантов в ожесточённых боях за Москву в октябре 1941 года. Для закрытия опасной бреши в Ильинском секторе Малоярославского боевого участка подольские военные из пехотных и артиллерийских училищ были брошены навстречу гитлеровцам. Десять дней молодые люди держали оборону, пока не были разбиты захватчиками. Это такой мультимедийный проект, который передвигается по различным музейным площадкам и становится площадкой для общения с детьми, лекторием и рассказами об истории России и подвиге героев. У нас много мультимедийки, много эффектов, много анимированных каких-то сюжетов. И получаются такие интересные ролики, небольшие, которые действительно интересно смотреть. О прославленном подвиге с больших экранов ребятам рассказывали историки, краеведы, музейные работники. Пространство вокруг заполнили репродукцией картин на исторические темы народного художника Василия Нестеренко. Меня впечатлило то, что ребята стояли на Москве, стражек. Они отбили все танки там, все захватчиков. Дождались подвоги. Впечатлило, какой бывает сильный дух, когда Россия в беде. Альберт Леонидович Кубасов в дни битвы за Москву тоже был курсантом. Осваивал профессию летчика, но подняться в военное небо ему не пришлось. На фронте не хватало авиабригад по обслуживанию боевых самолетов Ил-2. Детям полезно встречаться с живыми участниками событий исторических. Особенно не только в стенах своей школы, где они привыкли. Сейчас ребята как раз изучают в историческом контексте битву за Москву, оборона Москвы, как раз подвиг 28 фанфиловцев, подольских курсантов. Для полного погружения в историю ребятам дали возможность прикоснуться к оружию. Проект «Музей мужества» – это не только просмотр видеофильмов, общение с ветеранами, живой диалог, вопросы и ответы. Это еще и работа с оружием. Вот сейчас, в данную секунду, ребята смотрят, как собирает тот или иной автомат. Сергей, расскажите, что вы сейчас делаете? На данный момент мы сейчас детям рассказываем историю оружия, которое ковалось во время войны. То есть это пистолет-пулемет Шпагина и модификация уже карабина Мосина. Я рассказываю, как оно работало, как оно заряжалось. Кинопоказы из цикла «Защитники Отечества», первооткрыватели, путешественники, выдающиеся деятели науки проходят в Тринити-парке до 12 декабря. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.